Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, дорогие зрители! Тема сегодняшнего разговора будет такая, что маленький долг отдавать не надо. Например, у вас заняли на проезд, на обед, еще на что-то сумма такая маленькая какая-то. Никуда с такой суммой не сунешься и считается, что такие суммы отдавать не надо. Вот у меня было пара таких моментов, пара-тройка таких моментов была в жизни. Первая такая ситуация была в автобусе, когда... Ну да, я к кому-то по проездным, что ли, ездила, или проезд оплатила, уже не помню. Ну, в общем, одна девочка, которая меня так наглядно знала, ну, в общем, у нее был проездной, она получила студенческий, а что к студенческому проездной надо, она это не знала. Ну, и Иди под дурочкой работала, под дурочкой работала. И она попросила у меня полтора рубля. Ну да, это было давно, какие были деньги. Ну, я спросила, откуда она знает мое имя, сказала, вы не знаете, все. И я сказала, верну. Ну, в общем, сколько лет прошло? Тридцать лет прошло, до сих пор возвращает. А вообще, деньги совсем другие. Ну, и что, вот я пойду, слушайте, помните, мне полтора рубля одолжила? А ее уже там хотела, контролерша уже хотела ее выгнать. То есть там уже контролерша расправила крылья и хотела ее выгнать. Если бы не мое полтора рубля, она шла бы темным лесом в автостраде. Ну, и ждала следующего автобуса. И ждала оба платных маршруток. Маршрутки тоже надо платить, как туда пролезешь. Ну, в общем, как-то решала бы... Может, она пришила бы вопрос. Потому что там уже оставалась пара остановок до дома. Может, как-то пришила бы свой вопрос. Но дело в том, что там автострада идет скоростная. По тем временам в живой транспорт ходил. И поэтому вот так вот. И второй вариант тоже мне одолжили. Мелкую денежку тоже на проезд. Голубка! Голубка! И отдавать тоже не отдали. Ну, вот, то есть, человек мог бы это самое не ждать. Ну, в общем, как? Как было дело? Ну-ка сюда тебя подсажу. Будешь нести яйца мне. Давай, давай, давай. Прыгай туда. Прыгнула? Смотри, там яйцо. Не побей, да я его заберу. Подсаживайся на нуждающихся. Тоже стояли, ждали автобуса. Мне можно было на небом автобусе ехать, потому что у меня были деньги с собой, войны. Тоже в районе стоил еще полтора рубля. А девочка была, ну, она со мной в одном классе училась до этого дела. И у нее был проездной на такой автобус, скажем так, на... Ну, на котором проездные нужны, в общем, государственные. Ну, а там уже такое переличное окно было. Пару часов надо было ждать. Ну, может, не пару, но сейчас, но это ждать надо было, да. Ну, я тоже, ну, в общем, тоже с концами. Тоже никто ничего не вернул. Ну, были приятные моменты. Однажды у меня попросили, тоже какую-то мелочь попросил сосед, парень. Хотя он меня мог бы просто щелбандать, и все. И что, я за ним побегу? А вот даже вот, ну, то есть исключение. Исключение было приятное. Я одолжила, и мне вернули тут же. То есть вот так вот. Это вот было такое исключение. Ну, а как правило, говорится о том, что никто ничего не возвращает. То есть даешь мелкую сумму. Вот эти мелкие суммы. Понятно, что они мелкие. Там не под чем плакать. Но из этих мелких сумм я могла бы накопить себе на такси. Потому что там я же тоже на дискотеку ходила. Я же тоже была молодость. И получалось так, что утром я ездила на общественном транспорте. Вот видите, после дискотеки в короткой юбке, в общественный транспорт. Там с рыбаками, с алкоголиками. С прочими людьми. Ну, то есть как будто много. Ну, откуда тут вот такая ездит? Девочка по вызову не заработала себе на такси. Ну вот, а я бы вот эти вот мелочевки там руб 50, там руб 50 собрала бы. Еще там какие-то одолжалки, кому на что. И вот себе, пожалуйста, на такси. А то получилось такое действительно некрасиво, что на такси-то себе деньги не собрала. И было очень стрёмно ехать в автобусе. Ну, хотя бы в автобусе, хотя бы я не пешком шла. Такой в короткой мини-юбке. Ну, естественно, на дискотеке-то в шубы-то не пойдешь. И в этом... Чем там заматывается, забыла уже. Забыла. Джихад, не джихад. В общем, как-то там, а что-то там заматывается люди и ходят. В городах исландских. Ну, вот так вот. А это, знаешь, мелочь такая. А как вот потом? Вот с этой мелочью вот потом надо вот как? Сумма собирается. Сумма собирается. Керосинку покупать надо, да. Вот так вот. Так что вот так вот, ребята. Запомните, раз на себя мелкие деньги, он это не вернует. Но из мелких денег можно их сложить. И тоже, теперь тот же самый вот себе такси сделать, когда надо вот утром. Не в первом автобусе ехать в короткой мини-юбке. Какой-то желтой краской измазывает лицо, да. А вот эта самая интер-девочка без заработка осталась. Ну, конечно, даже неудобно бы, в общем, не ехать. Но зато, да, но зато вот эти подружки. Подружка еще одна девочка. Еще там люди прокатились, за мой счет, в общественном транспорте с комфортом. Вот такие вот дела. Ну, ладно, давайте, ребята, все. Продолжение следует...